привет друзья подписчики моего канала просто зрители вот и сегодня приехал рыбалочки и поймала такую вот рыбку вот для ориентира модель и глазик вот птичный коробок рыбка называется вверх огляд на вот так на друг у него рот не маленький давайте не коробок поставлю покажу вам для ориентира коробок заскочет секунду здесь на килограмм 3 можем очень больше и готовить мы будем для этого вверхогляда такое блюдо называется шарабан что нам для него нужно вверхогляд и соль никаких специй не надо чего больше только чем приходят крупнее это вот не самый большой такой скажем средний заврядный размерчик вырастает они конечно еще гораздо больше чем этот стол но сытка такая характером ловится на блесну не погода плохая и поэтому видеосъемку не получилось снять не вот пойман поймал на космастер по-честному никаких детей что нет если у нас плиты покидали и поймала но и было приготовить его сегодня четверг шарабанить его будем в субботу и заранее мы должны его подготовить для этого сейчас я его него сниму чешую вы потрошу и определенным образом порежу покажу как а потом будем работе вот те дальневосточники кто у нас на данном стаке живут на родились на два лагеря ним нравится шарабан из тазана а другим нравится шарабан из верхогляда но если стрелять курят по барабану там из чего я делаю шарабан а чтобы он просто был пробовали делать мы из толстого башара банны и даже из конька одевали но верхогляд у меня я думал он занимает одно из людей дащих нет затем насчет верхогляда это рыба очень сильно популярного китайцев не знаю правда это или нет но существует такая легенда что когда-то мало суду был в гостях у нас у кого-то на дальнем востоке и так сильно ему приготовили верхогляда ну на банкете и ему так сильно понравился что он сказал что у каждого китайца в новый год непременно должен быть на столе верхогляд это их не новогодняя рыба у китайцев и под новый год она стоит это сумасшедшие деньги там у нас их опыт он скупает по что-то бы за килограмм вот ну не знаю правда это или нет но такая версия существует подачи молодцы дума для скитая очень сильно популярен сейчас его почищу и мы к нему вернемся чтобы пойду ванну не буду здесь на полицию по чашле я летела мы с никого по шкрябаю разделы и выбрал ну вот друзья рыбку я разделал вот такая вот она не получилось раздела смысле содрался не чешую чистил выпотрошил вот смотрите вот такая толщина жира как хотите назовите очень жирная рыба очень вкусная всякие там судаки просто рядом даже не стояли с ней ну теперь будем ее следует делать не следующее в одессе смешал три столовых ложки соли три столовых ложки сахара ложку красного перца и чуть-чуть сухой петрушки все больше ничего не понадобится сейчас мы разрежем на трем этой смесью и будем солить примерно 12 часов а завтра утром сегодня у нас 4 на завтра утром я продолжу съемочку чуть больше посолиться на ничего страшного шарабана такого а кстати еще один момент в это рыбе был вот такой вот пузырь плавательный и вот это вот просто стало пузыри плавательный не выкидывали вкусный марок у него вовнутрь так сейчас мы разрежем ее примерно пополам потому что такого размера шарабана у меня нету так что придется делать двух половинок но ничего страшно на готова одна вот это такой хвостик вот головка от рыбки теперь делаем вот примерно отступая два сантиметра и делаем надрез до позвоночника опять 23 сантиметра отступили делая надрезом до позвонка вот такие надрезы сделали переворачиваем но естественно делать тоже там потому что рыба крупная и не дай бог она у нас не пропечет а последствия могут быть очень очень плачевный вода литальных я не шучу если были случаи что люди поев не до конца пропеченный шарабан извиняюсь если рыба недоваренная нападает очень страшный понос и люди просто умирали от обезвоживания это факт так что рыбу лучше переварить как говорят повара мясо не довари рыбу переварить и более если рыба крупная надрезики готовы теперь берем смесь соль сахар красный перчик и немножко петру ханыча больше никаких специй не надо рыба до того вкусная сама по себе что если какие-то спецы добавлять эту только только ее испортят серьезно говорю ничего больше не нужно натирая туда каждый адрес втираем а так все просто не забывайте про надрезики вот так вот такая вот смотрите сколько стало в ней это все жир мы его оставляем естественно это самая вкусная часть все кладем в ведро и вторую половинку делаем то же самое это я маленькая нового торговля сейчас еще раз либо не проблема на вторую часть чтобы прострелилась она у меня это не сложно ворачиваем сейчас еще сделаю один замесе перец вот такой использую вот если на запах такой интересный очень хорошо или подходит вы не просто паприка в этот перец красный молотый не знаю что за перед ну мне он нравится крылья хорошо сочетает потери который чуть-чуть все сахаров добавил перемешал то ароматную соль и натираем рыбку надрезы прям туда втирайте рыба большая втираем надрезики вот так этот пузырь тоже так вот руки на весь спец остались запихиваем ее внутрь сюда и убираем ведро на балкон и она мне будет просаливаться в ночь 12-14 часов завтра мы с ней вернемся вот я дремя халят посолился из него довольно таки много вытекла влаги сейчас я его подвешиваю за крючки для того чтобы он меня обсох шарабанить его будем завтра и надо чтобы он маленько с него лишним радости ушла потому что если мы положим его так он будет тоже вкусный конечно там сырого засунуть он пропарится будет срочный это вот маленько другое блюдо на как него тоже приготовим а вот этого мы сейчас слегка подсушим примерно сутки у меня на солнышке повисит обсохнет и мы будем его в шарабане завтра смотрите и увидите ребенка и на похоже на кого над на торт он на него недавно передачи по охоты и рыбалка на канале там на клубы ребята ловили торпора внешне похоже рыбка очень сильно но наверное даже не родственники так мы все вот друзья эти рыбка у меня подсохла сверху она сырая ну просто маленько высохла ну стоя у нее свой поручки палочки на дно шарабана накидал мелко порубил сырой груши веточки укладываем все это дело раньше мы на вас не соприкасалась сейчас удачи накидаем картошечки так вот видите закидываем картошку в мундире сырую она запечется и будет очень вкусный гарнирчик нашему шарабан из верх отряда закрываем не ставим на угли так по углам вот у меня угли проголели важный момент нельзя чтобы был огонь надо чтобы были угли чтобы у нас ничего не сгорело потихонечку хтомилась грелась коптилась я по вам похоже покажу так вы делали на 1 дым нужно обязательно пускать вот видите начали клеить палочки и первые дым надо ухты дать ему ты богов коры горчить маленько но все закрываем не забываем про нее минут на 40 50 потом посмотрим процесс приготовления подошел концу вот что у нас получилось вот такая вот вкусняга верхоглядь и шарабани ну все на этом и заканчиваю всем пока и